Ну что ж, я всех приветствую, с вами профессионал Доты Аркс Плюй, ведро на плюй, профессиональный комментатор своего времени, было время когда комментировал, я учил Вилата, как быть комментатором. У меня брал частные уроки Каспер, и был, знаете, такой период, когда я перестал комментировать, и я решил, короче, опять вернуться. Сейчас я вам покажу мастер-класс по комментированию, вы поймете, что такой профессионал Доты, вы сразу поймете. Так, я надеюсь, меня нормально слышно, не слишком громко, сделаем даже вот так. Не, нормально будет, нормально. Ну что ж, мы сейчас с вами посмотрим в прямом эфире, у меня по времени сейчас 2 часа ночи, ну ничего страшного, у нас январьские праздники. Играть будут ХР против Эмпайр. Это довольно такие популярные Тимы, ну даже не то, что Тимы популярны, в первую очередь, довольно хорошие люди там играют популярны, что Эмпайр, что ХР. Вот, например, ХР, да, Тима, она образовалась совсем недавно. Примерно, насколько я помню, в августе 14-го года. Раньше Тима была другой, там, по-моему, Релакс была. Потом, в итоге, сделали вот ХР из Релакса. Также, по-моему, ХР, она есть в дисциплине Контер Струка. Контер Струка. Что же за ХР, что же в ней такого интересного в этой Тиме, а? В первую очередь, это игрок под никнеймом Друт Дредд. Довольно хороший игрок, я знаю его очень давно, но не лично, да, к сожалению, не лично. Как игрока, потому что я вообще начал заниматься Дотой лет 7-8 назад. И в то время, вот, была Тима, с которой, в принципе, я и начал смотреть профессиональные игры, называлась она DTS. DTS. Там были NS, Artstyle, Dendy, Dreadlost. Пять человек, я вам назвал. Потом, там, в итоге, DTS развалилась и образовалась, там, из троих-двоих участников Na'Vi. Но эти игроки играют до сих пор, все эти игроки играют до сих пор. То есть, Artstyle, он временно покидал Долту, года два, по-моему, не играл. И в 2014 году он пробовал вернуться. И он, кстати, вот этот вот ХР Тима, у них был совсем другой состав. И на первом месте стоял кто? Artstyle. То есть, в этой Тиме был Artstyle и Dreadl. Но Artstyle сдулся и ушел. В итоге остается Dreadl и четыре человека из другой Тимы, по-моему. Там какая-то Тима была из двух букв, короче. И Empire. Empire, кстати, сейчас играли три игры, да, против VP. VP Polar, это Polar, Polar, не помню, называется. VP Polar, по-моему. И там, короче, они три игры брали одних и тех же героев. А, кстати, ХР молодцы, они забанили Виспа. Потому что Empire, прошлые три игры брали Виспа и Тини. Просто тупо три игры подряд брали Виспа и Тини. А ХР умные люди забанили Виспа и сломали все планы. Ну, смотрим, что ХР забанили Виспа и Тайда, а Empire забанили Джиггерналда и Сварка. Джиггерналд, это вообще стал пик моды на этом отборочном турнире. В отборочных играх постоянно практически пикают Джиггерналда. И пик моды стал Madness на Джиггерналда. Хотя Madness, знаете, это не какое-то новшество. Да собирали на Madness, давно уже Джиггерналда собирали. Просто собирали, перестали собирать. Сейчас опять начали собирать. Что могу сказать еще вот про ХР, про Дредд, да? Дредд, он играет... Ну, давайте про ДТС, ту самую Тиму. Про всех могу практически сказать. Потому что я хорошо знаю всех игроков этих. Дредд играет 2008 года. Потом Дэнди, 2008 год. Арстайл, по-моему, тоже 2008 год. Самый опытный из той Тимы ДТС был НС. НС до сих пор играет. Он играл 2006 года. Ну, я имею в виду опытный по групповой игре в команде. Они, в принципе, все уже взрослые люди. Вы, наверное, даже не задумывались. А сколько же им лет? Многие знают фанатики. А многие, кто просто знает Na'Vi, они не знают, сколько им лет. Дэнди, 25 лет. Потом НС у 26. Лосту, который был в ДТС, ему 27 лет, да? Им по 27 лет, по 26, по 25. И они спокойно играют в Доту. И в них проблем нету. Жопа не горит. Все идеально. А все почему? Потому что в другие времена. Мы сейчас все будем играть в игры. Да и в 40, и в 50, и в 60, понимаете? Это раньше не было. Компьютера в таком доступе. Ну ладно, короче. Слишком много чего-то мы разговаривали. Про былое. Мы видим, что Хэйр пикнули Скаймага и Эмбер Спирита. Сейчас мы ждем пик от Эмпайра. Скаймаг великолепный герой тоже. У него есть сало. Довольно хорошее сало, да? В первую очередь. Потому что это, скорее всего, не будет Скаймаг. Какой-то там Кэрри, Убиватор. Нет, нет. Это будет Скаймаг, в первую очередь, саппорт. Я еще раз говорю. Его преимущество его это сало. Например, взять Леона. У Леона есть Хекс и Стан. Но это все имеет маленький радиус. То есть надо прямо в упор практически подбегать. А у Скаймага очень далеко можно кидать сало. То есть можно вылавливать там всяких штормов. И так далее. Видим, что Эмпайр пикнули Рубика. Пока практически смысла никакого не было пикать Рубика. Потому что тупо нечего было красть. Ну, зачем-то они взяли Рубика. Ну, Эмбер Спирит такой довольно хороший герой. Но он полностью зависим от фарма. Не будет фарма. Герой мало чего сделает. Скорее всего, Эмбер Спирит пойдет в мид у них. Вот Брюмастер тоже великолепный герой. В первую очередь его очень тяжело убивать. Из-за ульты в том числе. То есть такой герой геморройный. Геморройный герой. Эмбер Спирит тоже может легко убегать с помощью ульты. То есть герой догони поймай называется. В принципе, Рубик здесь может поднимать Эмбер Спирита. Но пока у них сала нет. Мы видим, что банят Эмпайр, Энигму и Чена. Пускай будет так. Конечно, здесь в первую очередь мне очень интересна игра Дредда. Очень интересно. Посмотреть, что он придумает. Забанили аппараты ХР. Смотрим, кого они будут банить дальше. Они могли бы забанить Тинни. А уже смысла нет. Это потому что Эмпайр пикает Тинни только если есть виз. Ну и все. Сразу говорю, всем советую смотреть до конца. Потому что это игры очень опытных людей. И я буду тоже много полезной информации говорить. То есть в любом случае. Просто приготовьте там покушать. Расслабьтесь и смотрите как кино. Вы узнаете много интересного о Доте. Какие-то связки, какие-то моменты. Я постараюсь записать. Я говорю, я очень давно не комментировал. Мне скорее всего будет горло. Более тоже с этим проблемы есть. Но я постараюсь, короче. Я сделаю все, что смогу. Забанили ХР Люконтропа. Люконтроп. Довольно хороший тоже герой. Как-то была тема, кто сильнее. Джиггернаут в Лейте или Люконтроп? Люконтроп. Он сильнее в Лейте. Запомните. Пикнули они Фантом Ассасин. Так, извиняюсь. Фантом Ассасин довольно тоже сильный герой. Но она зависима от фарма. Если ее будут вначале контрить, гангать по КД. И у нее не будет фарма. Она ничего не сделает. Просто ничего не сделает. Также ей практически всегда нужно по фасту собирать БКБ. Но мы пока не видим пик. Давайте посмотрим, что будет дальше. Сейчас мы все посмотрим. Эмпайр. Давайте, думайте. Винга. В принципе, дефолтный персонаж на турнирных играх. Очень хороший, в принципе, персонаж. Это и стан есть. И второй скилл, который позволяет разведывать территорию. Уменьшать броню. Там дамажить, добивать врагов. В третий скилл есть пассивка, урон. Ну и, естественно, и свап. В любом случае, винга хороший герой. Пока ей, в принципе, дефолтный, практически некого. Но они сейчас пикнут нормальных героев. Брюмастер, скорее всего, тоже идет на мид. То есть, мид, скорее всего, будет стоять спирит против брюмастера. Хотя, не факт. Не факт. Может и Скаймаг пойти в мид. Посмотрим. Они же тоже не тупые, правильно? Они будут придумывать, как-то пооригинальнее сделают. Чтобы обмануть врага. Пикают Ахээр Сан Кинга. Скорпион. Ну, хороший герой, да. Мы помним, кто смотрел Интернешнл. Это вообще легендарная была тема, короче. Легендарная тема, где пикали Скорпиона. Мне надо потише говорить, потому что там, наверное, соседи уже сейчас будут в стенке. Два часа ночи, а я говорю в полный голос. Короче, где там пикали, короче говоря, Скорпиона, да? На Интернешнл прошедшем. И практически все ульты были мимо. Это было так весело. Будем надеяться, что здесь будет получше. Пик Дума, великолепный герой. Это тоже один из моих фаворитов. Опять же, у него есть ульта, которая практически любого героя превращает в кусок какахи. Если мы собираем Аганем на Дума, он также и блокирует пассивные способности. То есть, кидаем на Марту. У Марты больше нету критов. Все, пока, до свидания. Больше нету критов, больше нету уклонения. Потом банят Разора. Не знаю, почему. Не помню, чтобы Empire пикали Разора. Может, это было, не знаю, в 900 лохматом году. Сейчас посмотрим, что будет в конце у нас. И посмотрим на пик, какой все-таки лучше. Так, сейчас будут банить Empire. В принципе, на этом турнире играет довольно много интереснейших команд с СНГ. Очень интересных. Очень много русскоязычных игроков, что не может радовать. Омника забанили. Да какого омника? Что вы несете? Когда омника-то пикали? Когда? Вот прошлые масты часто пикали Дазово. Знаете, что я думаю? Так зачем вы пикаете Дазово? Да пикните вы омника. Но он же лучше Дазово, как по мне. Я понимаю, там крест, бла-бла-бла, да. Ну, крест, это практически 100% что врага, что героя убьют. Крест просто помогает временно жить. Но 90% что врага добьют. Ну, героя вашего добьют, правильно? Под крестом. Тем более, если пикают Акса. А омник это халявный БКБ. И потом это ульта. Ну ладно, не об этом разговор. Кокверик тоже шикарный герой. И театр. Это в лед. Коги и так далее. Батарейка. Пих-паху. Ой-ой-ой. Ну и смотрим, что сейчас пикнут Эмпайр. Интересный, кстати, очень интересный пик у них. Очень интересные герои. То есть, именно разнообразие. Эмпайр наконец-то пикнули хоть что-то разное. Хотя они в Венгубе постоянно тоже пикают. Ну, разнообразие, реально офигенное разнообразие. А то все время пикают одних и тех же. Ну, давай Эмпайр. Сейчас эти Эмпайр играли три игры против ВП Поляр. Я, по-моему, говорил, да? И там, что мне взбесило, нереально. Вот за ВП Поляр там играл Манг. Тоже, в принципе, популярный игрок. Он из Украины, языка я помню. Так у него так интернет лагал. Это просто ужасно. Ладно, все, забываем. А, Дредд будет играть за Скаймага. Мне прям так сразу весело стало. Афоня будет за Эмбир Спирита. Артез за Фантомку. Гуд Дэйм за Сен Кинга. И Горец за Клок Верка. Потом Эмпайр. Эмпайр у нас. Йоки играет за Дума. Ауэ играет за Венга Спирит. Резолюшн играет за Брюмастер. И пошли паузы. По стандарту. Ну, ладно, баг. И Алоха играет за Рубика. Силенд играет за Гирокоптера. О, они пикнули Гирокоптера. Вот это офигенный пик. Очень многие на турнирах, да, забывают про героя Гирокоптера. Это офигеннейший герой. Нереально сильно. Особенно, если еще пикают этого. Виспа. Висп плюс Гиро. Это машина смерти. Просто. Машина смерти. Все, ждем. Поставили паузу. Шоп баг. А, ну шоп баг. Скорее всего, у него прилипло говно к курсору. Бывает такой баг. Ну что, вам еще мало, что ли? А, понятно. Не забывайте, что сейчас идет отборочные игры, поэтому большинство игроков сидят дома. Они просто сидят сейчас дома у компьютера и вот играют в отборочные игры. И практически у всех постоянно какие-то лаги, вылеты там интернета. Кто-то соседи ремонт делают. Я не знаю, почему так у них. Опять у нас пауза, опять вылеты. Кстати, это, может, про него и говорили, шоп баг. Ну, в любом случае, ждем. Дредд. Я надеюсь, что он покажет хорошую игру. Не думаю, что Дредд будет на саппорте. Все-таки, скорее всего, SkyMak, он не будет у них саппортом. Посмотрим, что они придумают. Ладно, ждем, ждем, когда зайдет марта. Напоминаю, что игра идет в прямом эфире. Это не запись, ничего другого. Также, кто хочет, можете сделать ставки на игры. Есть Dota 2 Lounge. Lounge. Это такой сайт, очень популярный. Очень популярный. Он, в принципе, сертифицирован Steam. Поэтому он полностью безопасный. И там вы можете или просто обменивать свою вещь на другие вещи. Или можете прям делать ставки. То есть, там заходите, там вот список игр, например, это игра. И делаете ставку на команду победителя. Выигрываете, там можете выиграть предметы, рарку и так далее. Вещи какие-то выиграть. Комунки. Рарки. ДК хуки постоянно выпадают. Ладно, я пошутил. Короче, все, она вернулась. Марта. У меня, видите, здесь своя Dota. Зима. У многих уже зима кончилась, но... Аркс в плюне многие. Давай, пишем. Гоу, гоу. Гоу, гоу, гоу. Само собой, скорее всего, ну, по стандарту наверх пойдут они триплой. Вниз у нас будут стоять на харде. Клокверк, да. Скорее всего, пойдут сейчас они на руну. Ну, клок, это, конечно, это вообще... Это стандартная харда, абсолютно. Но он спокойно, в принципе, простоит на харде. Кто пишет в чат? Вы что, офигели, что ли? Я не понял. Я вам не разрешал в чат писать. Вот, идет. Горец разведывает. Но он, наверное, бессмертный, поэтому, видите, прям в леса идет. Не забываем, что после последних обновлений, ну, уже, в принципе, много времени прошло. Теперь появляются сразу две руны с двух сторон. Руны баунти, и там двойной эффект от них. Сайлант, вот он у нас летает здесь на вертолете. Очень сильный герой. У него один из сильнейших первых скиллов, когда он полностью входит в врага. Когда рядом нет других врагов. Как-то какой-то комментатор, да, снимал... Ну, комментировал игру чью-то. Комментатор, по-моему, его зовут Няш, да? И там он сказал, что Фурион не может из этих деревьев вызывать эншенты. Это неправда, может. Просто так, на заметку. Он может из этих деревьев сделать пинки. Так что он был неправ. Ну, я никак вела, да, я не пропускаю ФБ. Нет, это уже все нормально с этим будет. Не, под смоком сейчас у нас будет. А, сейчас, видите, расходятся все на лайне. Ну, вот мы видим харду. У нас, получается, кокверк на харде. Потом, как я и говорил, да, да. А, ну, правильно, все правильно сказал. Спирит, смотрите, видите. Гангу и спирита, ну, просто похерасили его, и все. Как я и сказал, эмбер спирит на миду. Против брюмастера. Потом у нас на топе, на легком лане стоит репла. Это у нас фармит амарта. Делает отводы скайвраг. Скаймак, да. Ну, внизу тоже они, видите, вдвоем. Рубик стоит на палеве. Тоже, в принципе, стало модно. Раньше такого, в принципе, не было. Сейчас практически все игры, это, ну, очень часто, идут 2 на 2 на миду. То есть, а саппорты стараются поддерживать мидера. И у нас ФБ. Давай. Да, я вам обещал, что ФБ не пропущу. Мы не пропустили ФБ. Убили Рубика. Ну, догулялся Рубик. Здесь вообще фримфарм полный просто. Отдали полностью Харду. Эмпайр. Ну, пускай там фармят. У нас на говне вертолет. Ну, я думал, он выжил, если бы с ним нормально. Клокер качается. Да, скорее всего, будет делать акцент на второй скилл. Ну, посмотрим. Все, хилиться. Здесь все живые. У него стоит, кстати, вар стоит. Молодец, все продумано. Зачем-то отдали Харду, я не понимаю. В чем логика? Хотя, в принципе, не знаю. Ну, пускай фрифармят. Опять, вы видите, да, что опять вот у них такой дабл мид. То есть, один фармит, другой отходит. Не забывайте, что опыт, полученный от крипов и от убитых героев, он делится в радиусе 1300. Ну, 1300, насколько я помню, да. Это большой радиус, в принципе. Вот такой вот где-то вот. Ну, большой радиус. Поэтому, чтобы бриумастер не делил опыт с Рубиком, да, Рубик должен стоять дальше этого радиуса. Например, вот здесь стоять, где-нибудь вот здесь. Так, у нас Дум проситает, мы заговорили. А, нормально, его убивают крипы. Видите, Дум не может соло 1-1 убить крипа. Ну, за всеми бывает. Само собой, я буду болеть за ХР, да. Потому что они мне больше симпатичны. Так, немножко кодствует Клокверка. Нормально. Трипла вот мы видим, да, на легком лайне. У Эмпайр. Ну, и опять, Рубик больше роуминг идет. Он по Сикарте гуляет. Это норма стандартная тоже. Поведение за Рубика. Так, сжигает. О, какая проблемка у Горца. О, пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш-пш. Это нормально. Дум-читер, скорее всего. У него крипы стоят на плечах. Дарепорт кинуть Думу быстренько. Ладно, я шучу. Это мои... Мое шаманство в доте называется. Ха-ха-ха. А, ладно. Так, ну что у нас здесь? 1-1. Нормальный размен. Опять же, меня беспокоит вот этот вот фри-фарм. Помните, я ему что говорил, что Марта очень сильная? Когда она фри-фармит. Сейчас мы видим полный фри-фарм Мартын. Не просто фри-фарм. Ей вообще никто не мешает. Просто... Самый легкий в истории человечества фри-фарм. Опять Дума там обижают крипы. Полное доминирование. А, сейчас. Да, да, да. Естественно, я чуть не забыл про игровую статистику. Пока. Убили у нас Эмбер Спирита. Мы увидели, напали втроем моментально. Ну. Да, мы видим, что... Убил, скорее всего, Рубик. Да, видите, убил Рубик. Получил больше всех золота. Так, проседает у нас опять Дум. Нормально. Давайте включим статистику. По крипам пойдем. Ну, естественно. Как я уже говорил. Марта на первом месте. Это огромная ошибка Эмпайра. Главное, чтобы ХР дожили до лета. Мы видим, наконец-то уже пришли Эмпайр на харду. Хотя, в принципе, она уже нормально нафармилась. На первом месте у нас Марта по фарму. Потом идет... Бримастер. Бримастер, гирокоптер. И так далее. Все хорошо идет. В принципе, у ХР. Давайте глянем график. Вот вы видите, да? Хотя Эмпайр перефармили. Смотрите, 750 голды. Ой, в опыте. Ну, и в голде по-любому то же самое. Да. На 1500. Но это пока ничего не значит. Пока графики вообще рано смотреть. Знаете, что они открывают. Ну, да. Это великолепный третий скилл гирокоптера. Мы видим, уже есть фризули. Как больно. Больно, как вверху. Он обиделся, короче. Решил пойти на базу. Нет, все-таки гирокоптер через... Ой, Клокверк пошел через первый скилл. Хотя можно было пойти через второй скилл и сжигать ману полностью. Прям вообще. Чтоб гирокоптер стоял без маны. Ну, ладно. Давайте быстренько глянем на Ит. Может, она здесь есть. Ну, Винга это Бич. Бримастер это... Ну, у него Боттл. Пацан идет к успеху, видимо. Так, проседает у нас Эмбр Спирит. Наверху опять Фри Фарм. Морта Фри Фармит. Нито ей не мешает. Пошла она через Доминатор. Стандартная раскачка, но я ее абсолютно не приветствую. Первым видом Доминатор не приветствовал никогда в жизни просто. И что дальше? Все. Плохие Коки делает Клокверк. Он... По задумке он должен был сделать рядом Коки и отталкивать гирокоптера, при этом сжигать у него ману. Но он зачем-то взял... О, кто-то просрал ульту. А, нет, у него маны просто нет. Все, все. Мы видим, что у Скорпиона появилась ульта, ультимейт. Что у нас здесь? Замес. Ой, кому-то сейчас будет больно. Ой, Боб, Боб, у кого-то будет. Все, убили Эмбр Спирита, убивая скорее всего... А, что это было? Вы видели это, да? Убили Дреда. Такое ощущение, как будто он на ФК был. Опа! И по щам тебе лови. С вертуханом в щи прям. Ну что ж, нормалеки и убили Бенгу. Я вообще не помню, что сделал Дред. Он почему-то просто шел. Вот так, прямо шел. Знаете, он шел к успеху, вот реально. Вот здесь был у них Дред, да? И здесь был успех. И он просто шел на него. 4-2 в пользу Эмпайр. Брюмастер. Ох, ты, а как он убил-то? Подождите, а мы не заметили. Ну все, надо рэпорт кинуть, кому-нибудь. Ладно, убил Эмбр Спирита. Да там вообще по-изи что с помощью. Перевел, скинул, а третьего если у Рубика нет, а там даже смотреть нечего. Ну вот здесь у нас забирает Клокерка. Был Клокерк, нету Клокерка больше. Так, Марта фрифармит на первом месте по фарму. Хотя, в принципе, здесь и этот гирокоптер не отстает по фарму. Хотя, я уже говорил, гирокоптер тоже очень сильный лейт. Очень сильный. В первую очередь, это в турнирных играх, где там все правильно делают. Где-то идут фарми, где саппортят. Это в паблике, да, там гирокоптер, всем классно гирокоптеры. Видали у нее, о, все. Эту Рубика убили. У нее практически любой даггер, это крит идет. Видимо, короче, Марта поставила иконы перед монитором, ну ладно. Так, здесь идет у нас разменчик, хпшками немножко торгуются. Винга кинула испуг, видите, он испугался, убежал. Нормально. Все, под смоком бегут у нас Скорпионы и Клокерк. Вот мы видим, два парня опять идут к успеху. Сейчас посмотрим. Скорее всего, они выловят у нас, опа, гирокоптера. И пх, и пх, и пх. Да, да, убили гирокоптера, к сожалению. Вот если бы, по, не знаю, по неудаче, если бы Дум был чуть рядом, например, здесь где-нибудь, убили бы их двоих, потому что Дум стоит на говне. Гирокоптера опять убили, в первую очередь, даже не из-за его ошибки, да, а из-за ганга. Вот мы видим, скорее всего, нет, Рубика спасли. Кинули стан в лицо Скорпиону. Рубика сдох по-любому. Да. Умер, короче, Рубик, умер Клокверк. Нормально, всё. Всё, нормалёк у нас. И кто у нас ещё сдох? Никто. Нормально, всё, и все ушли. Ну вот, умер, сначала гирокоптер умер в лесу, потом умер Рубик. И под вышку пошёл у нас Клокверк и отдался. Он решил сфизить зачем-то, не знаю. Морта, фрифармит. Топ-1 по фарму. Опять же, сейчас смотреть, графики смысла нету, абсолютно. 2000 с чем-то, видите, разница по золоту. Графики решают, в первую очередь, в лейке. А в начале игры это... Где Мидас решает и так далее. Давайте быстренько побежимся по итемам. Здесь вообще итемов нету. Даггер у Сан Кинга, это очень хороший итем. Ну что ж, решили выловить Марту. Всё, что можно было, потратили. Марта, скорее, да, Марта сдохнет. Нет, смотрите, Денайт, молодец. Убивает Клок... Убивает... Нет, пока не убивает. Да убьют они, конечно, они в четвером. Вы что, издеваетесь? Вы что, больные? Дауны, что ли? Убили Клокверка. Убили Скаймага. В итоге убили троих, но Марту добили. Поэтому её убийство и Джейми. Ну, короче говоря, ничто не значило её убийство. Хотя она потеряла фарм, время. Но всё равно, мне вот... Я испугался, когда они стояли здесь четвером на одного. Был бы какой-нибудь там, не знаю, Шейкер, да? Или Магнус, был бы попка кому-то. Но Шейкера Магнуса нету. Тоже мы видим Даггеры, да, уже? У кого Даггер это? Не знаю, у кого-то Даггер, мне показалось. Давайте пробежимся по итамам, пока у нас здесь затишье перед бурей. Клокверк всё ещё ходит с одной банкой, которую он купил на нулевой минуте. Ну, чуть позже купил. Так, а Фантомка убила вместе со Скорпионом Гирокоптером. Мы это не увидели. Я смотрел, потому что на итамы. Кстати, вот ошибка Гира, что он помирает. Он постоянно помирает. 1-2 у него. Фантомке 3-1. Так, что там в лесу? Просто ходят и всё, да? Кстати, всё же пробежимся по итамам, потому что я боюсь упустить опять момент какой-нибудь. Так, Гира... Ой, Клокверк мы видим. У него одна банка. Что у нас здесь происходит? Кого-то выловили. Так, убили иллюзию. Хорош. Просто растерзали иллюзию. Тоже парни идут к успеху. Мы видим, как ХР атакует нижний лайн. Хотят снести Товер. Есть у них Глиф, да? А, нет, Глифа нету. У Эмпайр это печаль беда. Напомню вам, что Глиф работает 4 секунды. КД у него 5 минут. Глиф. Когда вы используете Глиф, да? У вас... Товер получает иммунитет к физ. Урону и к заклинаниям. Но! Есть одно заклинание, которое пробивает Глиф. А, извиняюсь. Всё, нету. Пока я говорил, мы пропустили убийство Скаймага. Раньше было одно заклинание. Это второй скилл Тинни. Тос. Он пробивал. Теперь такое не работает. Мы видим драка сразу и здесь у нас, и здесь. Убивает Клокверка. И убивает у нас Брюмастера. То есть, ну, чисто был размен. Давайте посмотрим итоги боя. Мы видим, что потеряет Клокверка. Что Бобо получил у нас Гирокоптер. Это хорошо. Кэри развивается. Морта вообще прям в наглую, в метре фармит. Пробежимся, пока затишье. Ещё раз пробежимся по итамам. Ну, Скорпион, я уже говорил, у него. Таггер. У Морты фрезы. Доминатор. А, она хочет БФ, да? Не БКБ, а БФ. Ну, пускай собирает БФ. Внизу вот мы видим. Морта. Хочет убить Соло. Смотрите. Ну, Крита сработает. Молодец. Ха, со стилю так красиво. Мы видим, что Марта просто уже унижает, просто унижает Гирокоптера. Это печаль беда для Эмпайр. Хэрт, я за вас. Давайте. Пошла первая. Венга умерла. А, так, поехали. Скорпион умрёт. Потом умер Рубик. Скорпион жив, Скорпион не умер. Молодец. Всё хорошо у них. Давайте подальше камеру сделаем. Надо привыкать к камере. Я давно так не использовал камеру такую. Я уже говорю, что я комментирую очень редко в последнее время. Ну, вот мы видим, да, что потеряли. Потеряли мы Венгум, Рубика. Опять очень много золота получила Марта. Марта. Вот всё, что я вам говорил в начале игры, ведь исполняется. Марта фармит. Вы слышите меня, да? Фармит. Смотрим итемы. У Дума есть Амидас. Он надеется на тяжёлый или на долгую игру. Надеется. Потом у Венги есть тапок целый. Это профит. Пошли за Мартой. Марте некуда прыгать. И... Марты больше нету. Молодцы. В принципе, это полезное дело. Убивают Марту. Чем они больше любят Марту, тем ближе они к победе. Хотя, я болею за КР. Убивая Скорпиона. Потом. Здесь на собрались все пять героев Эмпайр. Всё, прекращается у нас замес. Как удобно. А раньше не было такого вида. Кстати. Ну ладно, потом скажу интересную информацию, да? Очень интересная. Ладно, потом. Мы видим, да, что хулиганит Эмбер Спирит. Зачем ты делаешь связки? Хулиганит просто. Счёт 13-11. На первом месте по фарму Гюрокоптер. Потом идёт у нас Марта. Быстренько, пока 100% затишье. Давайте пробежимся по итему. Они опять хотят гангать. Опять хотят гангать. Используют смок. И идут в лес. Очень красивый вид. У него гораздо удобнее, когда видишь прям всё. Так, давайте. Ничего у них не выйдет. Хотя, смотрите, хотя есть шанс. Нет. Всё-таки интуиция не подводит Эмбер Спирита. И ганг от Эмпайр не вышел. Но всё равно молодцы. А, кстати, ещё может что-нибудь получиться. Давайте, давайте, давайте. Давай, давай, давай. Стан. Ну. Нет. Я говорил, да? Помнишь, в начале игры я говорил? Эмбер Спирит может убегать с ульты. Вот вам пример. Влетает Клокверк на Вингу. Винги нет, она исчезла. Скорпион ультанул практически никуда. Убивает Рубика. Минус 2. Просто минус 2 в ноль. А Эмпайр просто хотели гангануть. Понимаете? Три буквы. Гангануть. Скорпион. Вы видели, он ультанул. И ульта прошла в уже убитую Вингу. То есть практически в никуда. И одна волна достала до Рубика. Ну, в принципе, не важно. Самое главное, что они убили. Смотрим дальше итемы. У Дума Мидас и Даггер. Потом у нас у Винги тапок целый, да? Она будет собирать или медальку, или этот... Ой, Забук называется. Подождите. Забыл, забыл, забыл. Вот, механизм. Скорее всего, Мекку будет собирать. Так, на карте все спокойно пока, да? Идем дальше. У Брюмастера есть Даггер. Он будет собирать. А Ганнин, само собой. Для своей ульты. У Рубика есть Арканы. И Урна. Видите, я одновременно смотрю и на итемы одним глазом. Наверх смотрю, кто проседает. И на карту. То есть у меня работают три глаза. Два обычных и один шоколадный. Вот представляете, да? Вот игра комментатора. Три места смотреть. Вот они палят, да? Великолепная ульта. Вы видите, да? Хотели убить дерево, но дерево не умерло. Смотрим дальше. У Гирокоптера собирает он БКБ. Очень хороший арт для Гирокоптера. Без БКБ вообще смысла нет играть. Можем было просто стоять АФК. Пока не соберешь БКБ, короче. Опять, видите, делает Эмбер Спирит ульту. Типа запасной план, чтобы убежать. Смотрим дальше. У Клокверка Мидас. Ну что за бред? Какой Мидас Клокверку? Не согласен. Ну ладно. Опять же, я говорю свое мнение. Конечно же, кто-нибудь на комментарии напишет. Типа, вот они профессионалы, ты их судишь. О, бла-бла. Я самый профессиональный игрок СНГ. Запомните. Идем дальше. У Скорпиона есть уже даггер. Давно у него даггеры есть. Пытаются забрать Рошана ХР. В принципе, я думаю, что у них все выйдет. Пауза. Тактическая пауза, да? Одна минута пауза. Ну ладно. В принципе, это нам на руку. Мы сможем расслабиться и посмотреть все статы. Прям усмотреться. Все, одна минута прошла. О, как быстро время-то течет в этой жизни. Господи Иисусе. Ладно. У Марты мы видим... Что? Ультимейшн Орб. А что она хочет собрать на Ультимейшн Орб? Простите меня. Что Марта хочет собрать на Ультимейшн Орб? Манта Стайл? Ни разу не видел на Марту Манта Стайл. Может быть, соберет Скадди. Ну посмотрим. Это даже интересно. Может, она просто рандомно купила на Ультимейшн Орб. Почему она начала собирать, а Персик не собрала его? Почему она БКБ не собрала? Ну посмотрим. В любом случае. Мы видим, здесь может быть замес. Так, все идут прям за Вингой. Ой, как за Вингой идут. Ой, как больно Винге. Винга спасла. Не спасла. Убили Беремастера, убили Вингу. Герокоптер ультанулся. Нормально. Убили Клопверка. Убили Скаймага. Убили Марту. У нее Аега. Скорпион просто убогая ульта. ДСПшника. Но это нормально бывает со всеми. Все. В итоге размен 2 на 2. Минус Аегиус. Хороший размен. Хороший. Хороший размен. Молодцы. Теперь нету Аеги у Фантомки. И она не сможет наглеть. Что же она сейчас купит? Господи, что? Линку. Скорее всего она боится дум, что пойдет этот Ваганем. Линку. Какую линку? Я не понимаю. Ладно, посмотрим. Не знаю почему. Я вижу только одно применение ее линки. Для ульты дума. Я больше не понимаю логики. Ну ладно, я понимаю. У Дума есть ульта. Но ты же Кэри. Зачем ты линку покупаешь Кэри? Майн Кэри. Хочу напомнить. В принципе у них еще есть Эмбер Спирит. У которого итемов ноль. Так, мы видим. У Дума скоро будет болеть Пукан. У Дума есть Даггер. Тоже бесполезный итем на Дума. О! О, кого-то выловили. Молодец. Он врубил БКБ, сделал ТП. Безвариантное. Я делал гайды и лесплей на Дума. Я показал там, как нужно убивать. Но, видите, я там показывал Кэри. А здесь Дум в первую очередь идет как помощник. Да, там. Сделать влет с Даггера и ультануть на кого-нибудь. Лучше всего Дума это конечно же Лотар. Там потрясающе. Просто дамаг идет. Он соло практически любого потом убивает. Особенно с Аганимом. Морта здесь вообще просто эксклюзив. Просто эксклюзив. Так, что у нас? Влетел Скорпион на Дума. Дум врубает огонь и... И фидит. Давай Дум, пока. И напоследок он ультанул. Молодец. Гирокоптер ультует. Попадает все в Скорпиона. У нас умирает 100% Эмбер Спирит. Молодец. Убили. Ультанул Скорпион. Он попал полностью. О, молодец. Вингу. Все убили Вингу. Убиваю Гирокоптера. Потом убиваю Скаймага. И давайте дальше. 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 Какой хороший замес. Всех почти убиваю. Смотрите, прям до конца жизни. Так. Молодцы. Убивают Клокверка. Убивают Рубика. Да офигеть вообще замес. Красавца. Ну, да. Я болею за ХР. Я не такой комментатор, который будет говорить. Я ни за кого не болею. Ох. Я всех люблю. Нет. У меня есть свои фавориты. Посмотрим итог боя. Брюмастер выжил. Молодец. Получил бабло. Выжила фантомка. Скорпионам тоже бабло получили. Скорпион наш целый тысячу. Получил голды на халяву. Размен был 4 на 3. По фарму на топе у нас идет Гирокоптер. Потом идет фантомка. Смотрим дальше. Текущее золото. Первое место идет у нас. Так. Смотрим на карту. Первое место у нас Клокверк. Вот он Клокверк бегает. Ну, первое место видите. Первую очередь за Мидасах. Хотя у итемов у него вообще ноль. Ни Аганимом не пахнет. Ничем не пахнет. О, это текущее золото. Извиняюсь. Так, тихо подождите. Так, давайте включим тогда добито и отнято. Самое полезное. Потом я включу убийство и так далее. Сейчас будет какой-то замес. Тихо осторожно, смотрим. Скорпион в засаде. Смотрите. Не, Скорпион не ультанул. Не было ульты. Забирают там арту. Просто сразу сбривают. Забирают овер. Молодцы. Свапают на Скорпиона. Скорпиона спалили. Не, Скорпиона не убили. Так, мы видим. Убивают Скорпиона все же. Ну, убивайте Скорпиона. Убили Скорпиона. Да, тяжело. Тяжелые драки идут. То есть, команды, в принципе, у них статы одинаковые. Смотри, 20-19. Все, там потихонечку сносят вверх у Эмпайр, да? Эмбер Спирит. Эмбер Спирит, он так и будет наглеить. Ну, все. В итоге, короче, размен 2-0. И забрали вышку. И вышку забрали ХР. И забирают. Клок вверх. Зачем-то выкупается Скорпион. Что, простите, они пойдут, наверное, на ганг сейчас. Как ХР косячат-то? Что ж они так косячат? Вы че, мужики? Нафига ты выкупился? Ты что, пошутил, что ли, мальчик? Зачем он выкупился? Я не понимаю логики вообще. И че дальше? Все? Окей. Так, смотрим по графику. Больше уже, больше 5000. Впереди Эмпайр. Ну, это понятно почему. Забирают вышки, больше убивают. Потом смотрим по опыту, то же самое. Эмпайр впереди на 1500. Смотрим быстренько по итемам. У Дума есть БКБ и Дугер. У Венги ничего вообще нету. Да, я был прав. Помните, когда я сказал, что медальку? Сначала сказал, что медалька, а потом, скорее всего, Мекку. Медальку. Читаю игру полностью. Идут на ганг Эмпайр. Нашли в лесу будущего трупа. Смотрите, да? Так, забирают они Марту. Марта умирает. Вообще без вариантов умирает Скаймак. Скорее всего, умирает Скорпион. ХР, ХР. ХР, ХР. Что вы творите? Да, забирают Скорпиона. 3-0. Вы это видите? Клокверк пока забирает Клокверка. Убило вторым скиллом. Молодец. Вы видели? Это первый раз, когда я смотрю игру ХР. Первый раз. Только ради Дредда. Я вам скажу. Косяков очень много. Невероятно просто много. Я вам объясню, какие косяки чуть позже, когда экшена будет меньше. Я вам расскажу, как не надо играть. Мы видим, здесь может быть сейчас замес. Сносим переходничку в вышку. Опа. Все, убивают Бремастера и Эмпайр оступают. Первый косяк, который был, когда помните, Скорпион выкупился. Зачем? Тем более, там у него время было нормально для возрождения. И у них вообще не было пуш потенциала. То есть, здесь стоял один Скаймак. Они хотели вдвоем троих убить? Второй, ужаснейший косяк, за который я бы исключил бы Марту и Стимы. Зачем они собрали бесполезнейший итем для Марты, эту вонючую линку? Простите меня, зачем? Мы сейчас с вами увидели очень красивый эпизод. Вы видели? Пришли четвером на одну. Ну, просто умные люди увидели, что у нее линка. И просто какой-нибудь Рубик, да, с помощью второго скилла сбивает линку. Все, Марта бесполезный герой. Никогда, запомните, мои слова, никогда в жизни не собирайте фантомки линку. Хоть там будет 50 думов. Она, запомните, Кэрри в первую очередь, да? Собирайте ей БКБ и так далее. Что за ублюдок рисует говно это? Кого забанить? Ладно, нормально. Я вам опять-таки рассказал первые две главные проблемы. Что каждый герой должен исполнять свою роль. Собирайте тогда фантомки в ЭГС, собирайте. Блэд Мэйл. Пускай она будет танком. Она могла собрать БКБ. Тот же БКБ бы ее спас. Офигенно. Да, кинули бы ей думы, что? И что? Ну, я бы БКБ спасал от скиллов типа Рубика и бла-бла-бла. Рубик может кинуть сначала второй скилл, да? Сбить линку. Потом кинуть первый скилл. У нее стан. Все, она просто висит. Так. Убивая Скаймага просто в говнище. Потом. Все нормально. Да, мы видим. Офигенно наглая. Просто наглющая морта пошла. На Рошана. Эмпайр вообще не видят даже вплотную. У них вижена виден. Ноль. Просто ноль вижена. Третья ошибка. Покупайте варды, уважаемые. Покупайте варлики. Я думаю, варда здесь нет. Я думаю... Смотрите, да? Она, в принципе, должна успеть. Давай, давай. Ой, ох. Поднимай, Рубик. Ну... А, это был не Рубик. Это был этот... Гирокоптер, я думаю, это Рубик. Сейчас будет жесткий замес. Все, убивают... Марту. Все, поехали, поехали, поехали. Убивает Клокверк. Убираю... Убивает Марту. Убиваю Скорпиона. Изи-бризи. Эмпайра, молодцы. Конечно, посмотрим. Опять же, я говорю, что... Я хотел, чтобы выиграл ХР, потому что вот за одного персонажа. Но я еще буду думать, за кого я буду болеть на самом турнире, да? Потому что там, говорю, там много русскоязычных команд, очень много. Те же самые ПР. Они белорусы, но там тоже и русские есть, насколько я помню. Потом Эмпайр, Виртус Про, Виртус Про, Поляр. А тут Винцент, тоже, в принципе, там, украинцы, да? Ну, тоже русскоязычные. То есть, выбор огромный. Сейчас, например, я вижу, что Эмпайр молодцы. Они реально показывают очень качественную игру. И прошлые три игры, они выиграли пикая одинаковых героев. Это тоже скилл огромный, понимаете? Здесь, я считаю, что Эмпайр выиграли абсолютно заслуженно. Может быть, знаете, повлиял даже не сам скилл Эмпайр, да? А сами ужаснейшие ошибки ХР. Просто такие ошибки детские. Она одна пошла на Рошана. Сейчас. Когда здесь было 4-5 Эмпайрцев, 4-5, она пошла на Рошана. На что она надеялась? На что она надеялась? Вот, ради интереса, смотрите, вот проверка. Сейчас я кликну на Марту. Будет ли у нее ТП, ради интереса? Ладно, ладно, есть ТП. Хотя бы так. Я уже думал, что и ТП нет. Давайте посмотрим, что у нас по Итемам и по всем статистикам. У Дума есть БКБ, есть Даггер, есть Митас и Аганим. Самый потрясающий Итем на Дума. Великолепнейший Итем. Так, тихо-тихо. Насколько я помню, да, по памяти, Аганим увеличивает время действия ульты и, в первую очередь, самое важное, блокирует пассивные способности. Идем дальше. У Венги есть медалька, великолепный Итем. Все очень просто. Отнимаем броню. Будь Венгой, твое дело свапнуть, стану отнять броню и сфидить. Вот у кого-то она уже отняла броню. Наверное, укрепает сняла кого-нибудь. Прикалывается. Прикалюха, наверное, шутка года. О, вот видите, да, отнимает укрепов. И в ремастер фармит. Идем дальше. Потом Рубик у него гем. Кстати, новая мета. В прошлых там интернешнлах это было или мало, или почти такого не было. Теперь практически в любой игре покупает гем. Не против инвизоров, нет. А теперь просто покупает гем, чтобы ломать ворды. Раньше такого не было. Раньше там покупали Центри, Варс и так далее. А теперь просто гем. Каждую игру гем покупают. Молодцы. Ну вот, у Рубика гем и дугер. Потом у гирокоптера БКБ. Я сказал уже, что это лучший итем для гирокоптера. Это просто машина смерти. Красивая Кура, видали, да? Аладдин летает. А, ладно, не смешно. Потом Дред пошел фидить, видимо. Я бы на месте Дреда купил бы Кур, да, и фидил бы Куром. Или сделал Карусель. У меня есть на канале видео Карусель, короче. А, посмотрите. Потом, идем дальше. Гирокоптер БКБ. МКБ против Марты. Великолепный итем. Потом Сэнджи Яша тоже для стат. Короче, импирис ничего не боятся. Ничего не боятся. Опа, спасла Винга. Молодец. Засейла гирокоптера. Убивают Скорпиона. Потом дамажат, больно. Все, уходят. Не забывайте, что ульта Винги работает на БКБ. Так, Скорпион что-то замышляет. Ой, Скорпион. Это этот Рубик украл Скорпиона. Скилл. Убивают кого? Рубика убивают. Ну, это уже был for fun. Просто фанился Рубик. Ладно, у нас появилось время. Пробежимся дальше. Так, у Скорпиона есть. В принципе, все необходимо. Даггер есть. Forstuff нафиг не усрался. Ну, пускай будет для прикола. Фантомка. Я не хочу видеть этого инвалида. Просто ненавижу теперь это. О, запомните. Хэр, Артес. Все, я тебя ненавижу. Я твой антифак буду. Как можно было Линку собрать? Господи. Понимаю, Линку на Медузу. Шикарный арт. Потому что у нее полная зависимость от маны. У нее есть щит. По... Я всегда говорил. Самый главный итем, который взаимодействует со скиллами. Взаимодействует? Полное антизаимодействие. Все, репорт. Я кину ей сейчас Артесу. Ладно. Фу. 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 Уберись отсюда. Не могу ее видеть. Уберите меня. А, Скаймак у нас. Дред. Мы видим. Да, у него Forstuff. Шо, Скуптор. Шо, Скептер. Я специально некоторые названия меняю. Так что... Пускай у вас пока не бомбит из-за этого. Вот мы видим Варт Альянса. Лол. Это Варт Альянса. Вы что? Лолки, что ли? Кто их поставил? Годом. Вы прикиньте, да? Хэр. Ставят ворды от другой вражеской тимы. Мне кажется, как-то не очень логично. Так, забирают. Почти забирают. Нет, Гергофтера не забрали. Полный замес. Врыв. Так, забирают у нас. То, что первый придет, Клокверка забирает. Потом, вот мы видим, да? Замес. Утонули на... На морду. Вот как больно, больно, больно. Все. Умирает Скорпион. Умирает Марта. Умирает Скай. Умирает Дум. Остается у них только Эмбер Спирит. Вы видели, да? Вы это видели? М? М? Этот инвалид собрал Линку. Но все равно на него кинули Дум. Что же делать? Вопрос. Продать сраный итем? Фу, уберись, короче, от меня ненавижу. Так, забрал Гем Дредд. Очень хитрый, видимо. А у нас, видите, горит жопа у Рубика. Рубик ультанул. Сваровал ульту Скорпиона. Но ульта прошла в никуда. Еще одна ульта в никуда. Льдит аргета и убивает. Нет, никого не убивает. Все, у нас появилось время. Смотрим на Эмбер Спирита. У него уже есть БФ, есть Дайдалас. Еще один Дайдалас. В принципе, Эмбер Спирит хороший герой, конечно, когда у него есть итемы, да? Например, БФ и два Дайдаласа. Но опять же, это удача. Это на удачу. Не забывайте, что Крит процент. То есть, такой герой на удачку. Мне очень понравилось такое управление камерой. Надеюсь, вам тоже понравилось. То есть, полный вижен. Шикарнейший вижен. И все видно, главное, все понятно. Вот, это Рубик. Вот он идет, видите? Это Винга. Вот она бежит. Видите, все понятно. Все нормально. Вот он у нас Клокерк фармит. Ладно, скоро появится уже Равшан и Жамшут. Очень красиво, видите, у нас Дота, зима, плюс лунный эффект. Так, давайте посмотрим статистику. Больше всего, так, Крипстат лучший у Гирокоптера. Молодец. Потом идет Амберспиллер. Убийц смертей. 11 убийств у Рубика. Это просто топовый стиллер. Так, тихо. Прочекал Клокверк. Ага, понимает. Да, бегут, бегут ХР на Рошана. Видимо, сейчас будет рака-рака. Опа, так, и все. Рубик исчезает моментально, убивают Рубика. Опять стоит вард от Альянсов. Мне так смешно, я не знаю почему, но мне смешно. Было бы, знаете, как прикольно, если бы у ХР были варды от Эмпайра. Прикиньте, да? Типа ХР фанаты Эмпайра. Вау. Ой. А, да, я вспомнил еще. Не забывайте, что... Да, да, я вспомнил. Раньше такого не было. Медалька работает таким образом. Она или отнимает броню у врага, или дает броню союзнику. Это офигеннейшее решение. Поэтому Винга постоянно бегает рядом с Кэрри. И практически по КД кидает на них свою броню. Видали, у Винги под, тихо, под Керасой, под Керасой, да, плюс 17 брони было. В итоге, плюс 27 брони. Общее, плюс 27. О, видите, плюс 27 брони. Ха-ха. Вау. Нет, молодцы. Вот, Эмпайр мне очень радует. Такие решения великолепные, правильные. Винга с медальоном. Мы видим, сейчас будет замес, шикарный замес. Так, не получается. Все, вылавливают Дума. Влетает Скорпион, делает прокаст. Умирает Винга в ноль. Умирает Скаймак. Так, мы видим, валяется Гемчик. Окей, окей. Все. Замес у нас закончен. Размен 1 на 1. Размен 2 на 1. Умирает Скорпион. Тупейшая ошибка Скорпиона очередная. Зачем-то он пошел и отдался. Ну, не знаю, честно. Потеряли парню надежду. Рубик врывается. Очень хороший прокаст от вертолета. Молодцы. Все, убирает. Убирает. Просто убирает Эмбер Спирита и Клокверка. Покупается Эмбер Спирит. Попадает под ульту Дума. Умирает Рубик. Дум умирает. И умрет, скорее всего, да. Умирает Эмбер Спирит. Смотрите, как медленно умирает. Вы видите это мучение? Да умришь ты, умри. Нет, не умрет. Ладно, не умер. Покупается Рубик. Все, пронесли уже мид, вы видите. Пронесли все лайны. Я думаю, скорее всего, как на... Наверное, ХР выиграет, да? Нет. ХР не выиграет. ГГВП пишет. ГГшечка. Э, ХР. Ладно. Я сказал, причину, по которой я болел за ХР. Только потому, что я смотрел ихнюю первую игру. Мы приветствуем новичков. Но теперь, конечно, я буду болеть за Эмпайр. Да, потому что я... За последние дни вспомнил эту тиму. Посмотрел около 5-6 ихних игр. Молодцы. Ну что ж, поздравляю с победой Эмпайр. Абсолютно заслуженная победа. У Фантомки был такой фрифарм. У нее были такие возможности. Она могла собрать БКБ первым итемом. Первым. Раньше, чем... Линка. Раньше, чем Доминатор. Ну ладно, все. В любом случае, поздравляю Эмпайр с победой. Ненавижу этого игрока Артес. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал. Подпишись на канал.